Вполне естественно, что мы участвуем в Уральском форуме, потому что около 50% наших заказчиков это как раз представители финансовой отрасли. Поэтому наше участие достаточно естественно. Именно для меня самое уникальное и интересное это как раз неформальное общение и даже во многом не с представителями банковской индустрии или с вендорами, с которыми мы довольно много коммуницируем, а с нашими конкурентами, коллегами, потому что не так часто мы пересекаемся и это точка, где индустрия может синхронизироваться. Я буду модерировать секцию по сокам, соответственно, тема интересная, потому что соки раньше была вещь такая для крупных компаний, сейчас это пошло в массы и даже состав выступления показывает, что это уже такие будничные технические вопросы, здорово, то есть как бы взрослеет эта история. И завтра у нас будет в вечерней программе квиз, посвященный Девсикопсу. Так что мы достаточно широко представлены в деловой и неформальной истории. Это, конечно, период массовых направленных атак на банке, который очень сильно перестроил вообще отношение к конструкционной безопасности. Это серьезное ужесточение регулирования, потому что за 10 лет кардинально изменилось регулирование от такого легкого надзора к достаточно детальному и жесткому контролю. Наверное, я назвал бы третьей, если бы не было первого, это шифровальщики. Это встряхнуло всю индустрию, но так и получилось, что финансовая сфера была гораздо лучше готова за счет того, что они раньше вступили в эту борьбу. И поэтому, наверное, третьим назову массовые атаки используемой социальной инженерии. Вот это бич прям современности, и пока финансовая отрасль ответить, наверное, вполне на эту угрозу не может. Потому что атака направлена на клиентов, и, соответственно, инструменты какого-то просвещения, защиты клиентов, они пока очень на базовом уровне. Это, наверное, уже задача на следующие пятилетия, надеюсь, не на 10 лет. Это отход к такого, от теоретического подхода больше к практике. И вот в последнее время много говорят про различные киберучения. Этот формат, он пока совершенно новый, очень мало таких мероприятий проводится, и у них уровень достаточно базовый. Я думаю, что это будет прям вот тренд десятилетия следующего. И еще один момент – это большая коллаборация. Потому что, как бы ни старался Финсер, Центральный банк, пока все-таки учреждения финансовой сферы, каждый сам по себе пытается защититься. И где-то даже там, когда конкурентов ломают, они не слишком по этому поводу огорчаются. Это, по сути, такая юность индустрии, и явно уже наметился тренд тому, чтобы гораздо больше было коллабораций. Ну, это здорово, на мой взгляд. Сейчас в большей части таких организаций базовая безопасность выстроена, и на ней учатся экономить, чтобы не было лишних расходов. Но идет смещение в сторону борьбы с мошенничеством, антифродмус, борьбы с угрозой информационной безопасности на уровне бизнес-процессов. И туда будут идти большие инвестиции, гораздо больше, чем есть сейчас. Сервисная модель безопасности – это определенно будущее вообще всей индустрии. Тут даже не только финансовой сферы это касается, и даже, может быть, в меньшей степени финансовой сферы. Потому что все-таки здесь уже достаточно наращена хорошая база специалистов информационной безопасности. Вот есть кому вообще этим заниматься. В соседних отраслях все еще хуже, соответственно, там сервисная модель еще более применима. Людей будет все равно не хватать, но действительно позиции простые. Позиции, допустим, операторов первой линии СОК, операторов средств защиты – они будут автоматизироваться все больше и больше. Просто даже если при этом будет теряться качество, то есть если эти механизмы будут на самом деле реализовывать хотя бы на 50% то, что делает человек, когда ты сравнишь с отсутствием просто оператора, все равно это будет решение. Поэтому эта проблема и не только для банков, вот для нас это такая же проблема. То есть укомплектовать штат вот этими линейными специалистами, когда огромный запрос на более высококвалифицированных, хорошо оплачиваемых специалистов туда оттягиваются люди. Конечно, мы обречены просто на роботизацию. Наверное, самая крупная история – это повышение качества детекта и видимости в сети. То есть сейчас идет стройка СОКов, идет постройка процесса мониторинга информационной безопасности, но во многом это попытка поймать ситуацию, когда она уже проблема происходит. А чтобы сделать пару шагов назад и попробовать на ранних стадиях определить атаку, требуется прямо экспоненциально больше затраты и каких-то инвестиций в техническую сферу, и кадровый вопрос решения определенной компетенции. И вот в сторону всяких EDR, в сторону микросегментации, в сторону детальнейшего контроля на конечных станциях в эту сторону, наверное, будем двигаться. Но это просто огромная задача. Я думаю, вот как раз десятилетие нам и потребуется, чтобы хорошо здесь продвинуться. Наверное, очень интересная история, и она публичная, поэтому можно назвать заказчика. Это внедрение Prisma Cloud, бывшего Twistlock, то есть защита среды контейнеризации в Росбанке. Это было первое внедрение в Россию, и вот мы завершили в этом году, и дальше будем расширять, соответственно, эту практику. Вот эта история с контейнерами, история с Big Data, это классическая история ИТ и ИБ, когда сначала приходит ИД, оно внедряется, и, соответственно, про ИБ там никто ничего не думает, и это порождает определенные проблемы. Поэтому здесь эта тема очень интересная. С такой вот, пока для рынка экзотики, мы завершили очень большой и интересный проект по как раз той самой автоматизации бизнес-процессов на базе RSA Archer, тоже в банковском учреждении. Для нас был это во многом тоже новый опыт, потому что это требует коллабораций аналитиков, ИБшников, разработчиков, и вот только если эта коллаборация хорошо работает, что-то получается сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова